Плавание 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 Тигренок, которые пройдут 28 числа, также наше участие примут в этих соревнованиях. Лучшие вот мы берем по этим соревнованиям, они примут участие в этих соревнованиях в городе Хабаровске. Но чтобы поехать в Хабаровск, надо стать лучшим Благовещенских. Каждый ребенок настраивается по-своему. Кто-то болеет за своих, кто-то много внимания уделяет разминке. Руки нажмять, чтобы плыть легче было, чтобы когда плывешь, Ну, руки никак не болтались, а хорошо плыть. Ноги нужно, ну, пошлепать, попрыгать, поприседать, чтобы они не отсохли, когда плывешь. Брест нужно обязательно размять. Ну, спину, чтобы не потянулось. Есть и такие пловцы, которые в перерывах смотрят мультфильмы и потом выигрывают. Алексей Пожедаев за два дня соревнований завоевал три первых места. Я потихоньку расслабляюсь, чтобы потом морально победить соперника. Некоторые участники зарабатывали очки и для командного первенства. Им обязательно нужно было проплыть вольным стилем по 100, 200 или 400 метров. В такой борьбе нервы выдерживали не у всех. Многие совершали фальстарты или не доплывали до бортика. На брасе и на баттерфляе касаться двумя руками бортика нужно. И как бы вот очень часто этого не соблюдают, поэтому снимают. Очень много таких нарушений есть. Иногда вот подрабатывают другими стилями, на тех стилях, на которых этого не стоит делать. Ну, тоже снимают. 90 заплывов за два дня. В командных соревнованиях первое место у Благовещенска, серебро за Виробиджаном, третья строчка у Рачихинска. Мало кто знает, но в Благовещенске помимо распространенных секций единоборств, футбола, волейбола, баскетбола, есть еще и секция бадминтона. И сейчас пойдет рассказ именно о ней. За спину. Крепко держись. Во, да. Бадминтон – это не просто игра с валаном на природе, а спорт, требующий серьезных усилий. Это в первую очередь объясняют детям, которые занимаются в новой секции. Набор учеников начинается в феврале. Пока здесь занимаются дети, которые ходят на секцию большого тенниса. В бадминтоне там ракетка, хватка по-другому, а в большом теннисе. И еще в бадминтоне маленькое поле, а в большом теннисе большое. А тебе легче? Во что играть? В бадминтон. Почему? Потому что там легче ракетку держать. И там легче мяч отбивать. У тебя ракетка не падает из рук. Сейчас площадка с разметкой для занятий бадминтоном. Есть только в спортзале «Динамо» на Калинина. Сделать разметку решили после того, как амурские теннисисты вернулись со сборов, которые проходили в Китае. Помимо тенниса, там дети играли в бадминтон. И им понравилось. Пока все фотографировались, я потихоньку подошла к китайцам, смотрела, как они играют. По-китайски я говорить не умею, и поэтому я подошла и как бы знаками указала, что я хочу поиграть. Ну, мне уступили место, и я поиграла. Мы очень долго набивали с одним из китайцев удары. Так и возникла идея создать секцию. Тренер по большому теннису, а теперь и по бадминтону Станислав Дьяконов уверен, поклонников у нового для области вида спорта среди амурчан будет немало. Абсолютно каждый ребенок, каждый взрослый человек может играть в этот классный вид спорта, потому что, во-первых, менее затратим по финансам. Даже ракетку тут же взять, она стоит 100 рублей, нежели от большого тенниса. В большом теннисе 3000 рублей – это более-менее такая нормальная ракетка. Ну, и, соответственно, сам тренировочный процесс может вестись абсолютно в любой школе. В ближайших планах вести бадминтон в городские и областные спартакиады, в том числе и среди инвалидов. Амурская область – третий на Дальнем Востоке регион, где начали развивать бадминтон. А в Владивостоке, к примеру, вообще тренируется сборная России. Так что, если планы по развитию бадминтона воплотятся, у амурских спортсменов точно будет с кем посоревноваться. Ну, вот такие новости были сегодня. Через неделю поговорим с вами о лыжне России. Ну, а на сегодня это все. Счастливо!